Вот, а теперь мы рассмотрим вот такой клинический пример, чтобы вам поживее, поинтереснее было на примере. Генерализованные рецессии 2-го класса, но с достаточно большой выраженной глубиной рецессии. С наличием также еще и абразии в области корня, даже больше, чем в области своих собственных зубов. Фенотипически пациентка маленькая, худенькая и с не очень хорошим кровотоком. И десна вот на фотографии здесь такая красивая у вас розовая, а на самом деле она очень бледная, бледная, бледная. И все кожные покровы у меня такие вот сами по себе, суховато, бледные, кожа, знаете, как безжизненная, без признаков жизни. Так, я проскочила, не проскочила? Нет, не проскочила, все. Теперь повторим с вами еще раз. Смотрите, мы отложили, измерили глубину рецессии. Отложили ее с одной и с другой стороны, поставили точки. Прямо вот так, ну естественно уже анестезия проведена здесь у пациентки. Вот таким вот образом. Я прямо протыкала, чтобы мне дать ориентир. Все измерения сделаны, точечки поставлены у каждого зуба. Вот каждые последующие рецессии отмеряются и в более дистальную сторону ставится точка. Рецессия на 21 зубе присутствует. И соответственно нам пришлось вовлечь и 1 зуб 11 тоже в процесс, но как просто плюс зуб. Нас там не было цели устранить рецессию в области 11 зуб, потому что там будет своя операция через какое-то время. Еще раз. Каждый зуб мы сфотографировали. Вот таким образом ставится скальпель и таким образом выполняются первые вот эти вот разрезы. Он не 90 градусов. Обратите, пожалуйста, внимание. Почему? Он же расщепленный. Ой, ладно. Я не знаю. Для сопоставления. Да, спасибо большое. Да. Вот эта вот скошенная поверхность облегчает сопоставление потом. Это же хирургический сосочек. И вот он когда вот срезан чуть-чуть под углом, он облегчает его адаптацию вот в этой области, в области доэпитализированного анатомического сосочка. Обратите просто, когда будете делать на это внимание, что чуть-чуть наклонить скальпель, чтобы срез. Это очень важные мелочи, которые вам дадут потом красивый результат, положительный. Вот таким вот образом. Вот так выглядит дизайн, который проведен. То есть, когда мы соединили зениты с точкой хирургического сосочка. И так же с той стороны. Мы отслуили все выше мокогенгевальные границы. Ну, понятно, да? Почему рецессии? Я думаю, что у нее была первичная дегесценция вообще вестибулярной пластинке. Потому что, опять же, это тот же наш типаж. Сухие узкие челюсти, маленькие такие краниальные, вообще признаки такие узенькие все. И вот эти огромные зубы. Корни имеют выгнутую, то есть, такую характерную. То есть, одна и та же картина, у меня она как-то клоны, эти пациенты. Вот так вот проверяется мобильность. А, сейчас вот вы должны увидеть на этой фотографии брюшко скальпеля. Насколько оно получилось, это вот. Вот оно, серенькое и синенькое. Может быть, здесь кто-то? У меня-то хорошо было видно там на фотках. Обработка поверхности корня. Все то же самое. Гута. Киреетобор. Я взяла транспланта длиной в 2,5 см. Все, что смогла, отрезала. Узенький. Он до такой 4,4,5 мм. Не очень ровный, не очень, может быть, красивый. Но это все, что я смогла сделать. А еще эти пациенты все с восьмыми зубами. Обязательно. Они им так нужны. Это, знаете, как последний оплот у них все время. Потому что я все время смотрю, может быть, бугры, там еще что-то. Ничего нет. Ну и, естественно, на такой объем потребуется дополнительный пластический материал. То есть, одним трансплантатом я тут не обойдусь. И мы начинаем комбинировать. В дистальных участках, медиально-дистально, мы пришиваем твердую мозговую оболочку. А здесь пришивается трансплантат. Обычными узловыми швами все фиксируется к межзубным сосочкам. И все зафиксировали двойными сосочками. Дальше я каждый зуб еще прошила крестообразным прижимающим швом. Он в данном случае обвивной был вопрос. Просто, да, он еще фиксируется за нюбную поверхность, заводится нитка. Да, так они длительные резоркции, они же рассасываются. Непонятно. Непонятно. Все внутренние швы, есть же внутренние швы, наружные, как в любой хирургии, хоть абдоминально. Внутренние швы все делаются резервированным материалом. Просто он, в отличие от Кетгутер, рассасывается от 21 дня. И там есть разные сроки у каждого материала своего производителя. Все наружные швы, на усмотрение метода и хирурга, но они выполняются нерезорбируемыми нитками. Все? Да. Отлично. А иголку используйте здесь обратно. Она всегда у меня одинаковая. Они просто, честно говоря, от фирмы зависят все равно. Но вот их качество, заточка самого. У некоторых такое есть расхождение, что сейчас линтекс, например, стал делать 5.0. Сама нитка 5.0, а игла как 6.0. Вот не с чем сравнить. Я там достаю их. Они сейчас тоже, кто во что гораст, гостов-то нету никаких теперь. Поэтому и материалы, стали, вот это у всех разные тоже. А короткая иголка 5.0 и не выкаливаются. А это зависит от карбатуры, которую вы покупаете. Это же не зависит от размера иглы. Но 3.8 для нашей истории, наверное, самый предпочтительный вариант. Это вот самый рабочий. Но у меня есть еще одна-вторая. Бывает, что вот субкристальные швы, ими вот лучше всего получается, что ими как черпачок, да, вот такое движение. Потому что вот на 3.8 ее так не всегда можно прокрутить иглодержателем. Да, но 3.8, одна-вторая, это железно, то, что у вас должно прям быть в кабинете. Там есть еще какие-то варианты, полушки, полуторушки какие-то, но мне достаточно того, что у меня есть. В общем, мне хватает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok